Река Казанка может стать меньше. Это не связано со снижением уровня воды в Куйбышевском водохранилище, как в 2019 году. Речь идет об увеличении территории берега путем намыва рядом с ривьерой. Для чего нужна новая суша и как это повлияет на экосистему реки, расскажем в нашем сюжете. Совсем недавно в средствах массовой информации прошла новость о том, что часть реки Казанки хотят осушить ради строительства нового концертного зала. На этой схеме виден план проектируемого искусственного земельного участка. Здесь готовится намыв новых территорий. Согласно техзаданию, утвержденному Минстроем Республики Татарстан, ГКУ главы Инвестстрой заказал оценку воздействия намечаемого создания земельного участка в акватории Казанки. Проект готовит ООО «Эко-М». Но вот у жителей города и у экологов другой взгляд на строительство нового концертного зала. На самом деле у нас концертных залов, я думаю, достаточно в городе Казани. Засыпать реку не лучший вариант, потому что просто от нее останется как маленькая лужица. Зачем сушить часть Казанки? Не надо. Водичка – это очень хорошо, свежий воздух, красота. Можно концертный зал построить в другом месте. Ну, конечно, в целом против, потому что и так в Казани мало экологии, свободных мест, деревьев, поэтому лучше бы парк сделали. Ну, сушить не надо, но в город надо, чтобы вода была. Воздействие от гидронамывов, оно, к сожалению, ведет к заелению, к загрязнению и к такому процессу, как антропогенное эфтрофирование. Потому что как только образуются новые искусственные мелководия, они хорошо прогреваются, на них активно разрастаются зеленые, синие, зеленые водоросли. А это очень большая проблема, проблема цветения водоемов летом в условиях жары. А мы с вами видим, что у нас тренд идет на повышение температуры, условиях климатических изменений. Она просто губит, вот эта антропогенная эфтрофирование, она просто губит водная экосистема. И усиливать это гидронамывами, я еще раз говорю, неправильно, неразумно, непрофессионально. Организаторы же концертов выступили за постройку зала. Концертный зал в Казани давным-давно уже нужен новый. Во-первых, по посадочным местам у нас кроме пирамиды, извините, нормального концертного зала нет, то есть какого трансформера, чтобы он как бы и портер, и там пол, и сидячие места. То есть как бы, соответственно, на 1200 мест вместимость пирамиды, это очень мало для нашего миллионного города. Сейчас планируется обсудить воздействие намечаемой хозяйственной деятельности с населением. Исполком Казани назначил общественное слушание на 31 января в 10.00 в культурном центре Московский по адресу город Казань, улица Академика Королева, дом 47. Радик Загидулин, Н.Ж. Минибаева, Фарид Захитаглы, Ленардо Влитяров, Универньюс.